Звонки аферистов Звонки аферистов Звонки аферистов консалтинг. Хорошо. И что, эта компания занимается инвестициями? Ну, мы есть аналитический центр, который предоставляет информацию, куда правильно инвестировать, как говорится, ваши деньги, и как на этом правильно заработать, хорошо заработать. Но прежде чем мы перестрибы к сути, я предлагаю немножко с вами познакомиться, чтобы мы могли предложить вам более выгодные условия нашего сотрудничества. Скажите, пожалуйста, вы как себе представляете данную сферу? Ну, пока никак. Дмитрий, вы лучше скажите адрес вашего офиса, назовите. Город Москва. Это город дальше, адрес-то он не только из города состоит. Ну, а что, у нас же канал, есть сайт, если вы что, не видели никогда? Вы адрес-то можете назвать офиса или нет? Да, могу, сейчас вам назову. То есть, вы даже не знаете, куда на работу ездить? Алло. Алло, да. Владимир Ильич, здравствуй. Да-да. Это Виталий. Так, ну что, Виталий, вы хоть узнали, чем занимает компания «Газпром Инвест»? Ну, я же здесь работаю, я говорю, это компания занимает серый мискид. Ну, понятно. Ну, понятно. И адрес, вы говорите, какой там адрес, улица какая? Улица Нижняя. Нижняя, в Москве, да? Метро там рядом? Да, да, 4. Метро какое там рядом? Я даже вам не скажу. Ну, понятно. Ну, а хотя бы район какой-то район. Район, да. Давайте, давайте, если хотите переехать к нам, пожалуйста, да, приезжать. Это возле музея. Возле музея какого? Возле русского музея. Русский музей в Москве. Виталий, вы вообще как там? Вы в школе-то хотя бы учили? Как ваши дела вообще? У вас есть WhatsApp? Я могу вам скинуть адрес прямой. Да зачем мне его скидывать, если вы его назвать не можете толком? Русский музей, он в Санкт-Петербурге находится, да будет вам известно. Русский музей импрессионизма. Здравствуйте. Возле отдела МВД. Русский музей импрессионизма. Ну, хорошо, хорошо, Виталий. Ладно, рассказывайте, пожалуйста, как будем зарабатывать и на чем. Вам 30 лет. Скажите, а вы знакомы с серой инвестицией вообще в общем? В общем, да. Работали когда? Нет, не работал. В общем, работал. Инвестировали? Нет, не инвестировал. Ранее? Нет. А в общем, знаете, что это такое, да? Ну, в общем, примерно, да. Ага, хорошо. А скажите, что вы знаете о серой инвестицией? Ну, почему-то я так и думал, что вы это спросите. Давайте разберемся. Ну, нет, я же не сказал, что знаю. Я сказал, в общем, что есть такая сфера, что якобы на ней можно заработать, не вставая с дивана. Вот, собственно, и все мои познания. Еще раз, что не связь прерывается? Что вы говорите? А, вот и я не слышал. Переспрашиваю. Да, беда со связью, поэтому как-то тяжело нам разговор дается. Ватсап, ватсап, ватсап? Что еще раз? Ватсап, ватсап? Да нет, конечно. Я мессенджерами не пользуюсь вообще никакими. Не пользуетесь, вам 30 лет. Ну да. Вы мне напоминаете обманщика. Так, хорошо. Сфера инвестиций. Хорошо. Давайте вкратце. Люди, знаете, что богатые люди делают? Понятия не имеют. Не имеете понятия. Вот потому и я вам звоню. Чтобы вы имели понятие, да, и стали тем человеком, который сможет инвестировать и зарабатывать деньги. Хорошо. Богатые люди приумножают свои деньги. Приумножают свои деньги. Это очень просто, да. Они инвестируют в большие компании, да, покупают акции или же криптовалюту. Возможно, даже занимаются товарно-сырьевой деятельностью. Алло. Товарно-сырьевой деятельностью они занимаются, да, Виталий? Да, естественно. И богатые люди инвестируют в криптовалюту, да? Ну да. Вот это вы сейчас мощно задвинули, да. Особенно, да, наверное, и Баффет, и Сорос, все они в криптовалюту инвестируют, да? Кто-кто-кто-кто? Баффет, Сорос. Вы хотя бы слышали о таких, ребят? Ворон Баффет инвестируют уже много лет в акции. В криптовалюту, вы говорите, он же очень богатый, ну почему? Я говорю, богатые люди покупают как и акции, так и в криптовалюту. Давайте вы меня будете слушать, да? Потому что вы сейчас нечете какую-то ересь. Вы перекручиваете мои слова просто, вот и все. Понятно. Скажите, в каком городе вы живете? В Домодедов. Ага. Хорошо. Так как вы настроены негативно почему-то, да, давайте вы мне расскажете, что такое инвестиции. Я вижу, вы знаете таких людей, да, которые инвестируют в Ворон Баффет непосредственно, а он инвестирует всю жизнь. А Жорж Сорос вам не знаком? То есть Баффет-то вы сразу вспомнили, а Сороса нет, да? Конечно. Ну понятно. Нет, я первый раз слышу такого. Ну ладно, в принципе не беда. Вы, кстати, где учились, что вы заканчивали? Я учился, я не учился даже. Вы не учились вовсе? Нет, нет, нет. То есть у вас даже образования нет, да? Нет. А как же вас на работу-то взяли в такую компанию, Доспроминвест? Ну, люди обучают, они увидели, что я как бы знаю, что такое инвестиции, да? Вот именно они еще и обучили меня, что это очень просто. Как вы знаете, да? Ну так вот, Виталий. Да, еще и обучили меня, да, по-три, ну да. Именно поэтому я сейчас зарабатываю очень хорошие деньги, да, непосредственно, в этой компании. Поэтому звонилка-то и работаете, что очень хорошие деньги зарабатываете, да? Что ж, что? Ну, поэтому на обзвоне и сидите, потому что очень хорошие деньги в инвестициях зарабатываете, поэтому вот вам делать нечего, вы на обзвоне сидите, обзваниваете базу, там вам дали, и вы по ней звоните, да? Ну, если бы вы не оставили заявку, я бы вам не подтвердил. Ну, понятно, ну просто на «Газпром Инвести» я не оставлял заявку. Да будет вам известно, Виталий, что компания «Газпром Инвести» занимается прокладкой трубопроводов и техническими вопросами. Она инвестициями не занимается вовсе, от слова совсем. Вы хотя бы матчасть-то изучите. Да, вы матчасть-изучите, ну зайдите, хотя бы почитайте на официальный сайт «Газпром Инвести», чем занимается компания. И адрес у нее совершенно не тот. Сейчас спрошу «Иннн», вы же заплывете сразу. Я еще раз повторюсь, что у нас офис, а не сама компания «Газпрома», которая прокладывает трубы, ложит трубы, да? Да, не ложит так, не ложит так, хвостит. Еще раз говорю, компания «Газпром Инвести» – это не «Газпром», это отдельное юридическое лицо. И занимается она прокладкой трубопроводов и техническими вопросами. Никакими инвестициями, уж тем более обзвонами, компания не занимается. И адрес у нее другой. И расположен она на другом месте. Я вам сказал адрес. Да. Я вам сказал адрес, да, то есть это бизнес-центр. Там два этажа. Вы можете приезжать. Да зачем туда приезжать, если вы даже не знаете. Вас встречает Наталья. Да, конечно. Вас встретит Наталья. Ну хорошо, Виталий, я смотрю вас. Номер говорил. А вы в окно. Давайте диктуйте МНН вашей компании. Алло. Сразу связь закончил. Виталий. «Газпром Инвести». Вот так всегда. Замечательно. Скажите, Владимир, вы уже начали заниматься, инвестировать, зарабатывать на этом? Простите, вы уже общались с моими коллегами, но… Еще расскажите, то есть вы Владислав из компании какой? «Адмирал Маркет». А, «Адмирал Маркет». А, «Адмирал Маркет». А, все верно. Да, все верно. Да. Так вот. Я про что говорил. Я про то, что вы ранее уже общались с моими коллегами, но так и не приступили к работе. Вот хочу поинтересоваться, что случилось у вас. Что-то не устроило вас возможно или что? А коллеги что говорят по этому поводу? Нет, я просто вижу, что вам звонили, я не общался с ними лично. Так они просили вам коллег-то спросить. Давай пообщаться. Ну, послушайте, а зачем мне с ними общаться, если я могу вам набрать, если вам что-то не устроило, я могу вам поподробнее объяснить. Ага. То есть есть какая-то проблема ваша, понимаете? Да нет, мы не звоним. Ну, а что тогда вас не устроило? Ну, то, что до заработка дела так и не дошло. Мы пообсуждали компанию, ну вот, потом пообсуждали, где я работаю, кем, сколько зарабатываю, сколько мне лет. А до предложения конкретного как-то дела и не дошло. Ну, как у вас так получилось? Просто пообщались и все? То есть вы считаете, что это у меня так получилось, да? Алё. Просто понять до конца не могу. Вот связи не было сейчас крайне 15 секунд. Вы что-то говорили? Да, я что-то говорил. Я, к сожалению, не услышал. Ну, хорошо, давай тогда что-либо работе общаемся. Правда, все узнали. Давайте приступим к работе, если вы так и не начали. Давайте сначала узнаем все-таки какие услуги предоставляет ваша компания. Ага. Хорошо. Ага. Я так много насчет этого с вами не пообщались? Ну, да. Хорошо. Что мы предлагаем? Мы торгуем на такой платформе, как MP5, если слышали. Это Trader 5. Так вот, мы предоставляем автоторговлю, то есть робота, который будет совершать сделки за вас. Слышали когда-то про такое? Да, слышал. Ну, вот это мы предлагаем. То есть создаете счет свой личный, с которого будете торговать. Работу за вас делает робот. Ваша удача просто фиксировать прибыль. А также уплачивать этот наш процент за, так сказать, помощь. А помощь-то тогда в чем, если робот все делает? Слушай, да, ну робота-то мы вам предоставляем. Робота, за которым следит целая команда, которая контролирует это. Понятно. Да. То, что плюс что. Ну, я говорю, вот это вот я хочу вам предложить. Так сказать, сотрудничество. А ваша команда, она где зарегистрирована? Не понял. Компания ваша, точнее, а не команда. Где она зарегистрирована, компания? Компания? Сталин. То есть она не российская, так? Нет, слушайте, мы не работаем по России. То есть мы работаем по международному рынку, так как намного больше возможностей и намного больше заработок будет. Просто инвестируют только в какие-то российские компании, это особо прибыли от этого не будет. Не, ну я-то гражданин России, как мне тогда с вами сотрудничать? Так, а это, слушайте, никак не влияет. Причем, это какой вы гражданин какой страны? Торговать вы можете по всему миру? Не, ну это да, торговать-то да. Ну даже, например, вот счет наверняка же надо будет открывать, да? Как бы он не назовет, брокерский, торговый или инвестиционный? Торговый счет, да. Торговый, вот, да. Торговый счет, ну да, да, да. Его же надо будет открыть, да? Ну да. Ну, а где он будет открываться? В каком финансовом интернете? Я вам объясняю, что мы будем работать через платформу М3-5. В этой платформе открывается ваш счет. Можете прямо сейчас зайти там, не знаю, в Google, что вам интересно. Что такое маркет? Нет, давайте-ка мы все-таки попробуем разобраться. Я прямо вам скажу, я не очень понимаю в этом, но пытаюсь понять. Вот скажите, пожалуйста, платформа, это что такое? Это что? Это программа, это инструмент, это, ну, что такое? Это платформа, как вы, что вы называете? Платформа, это тот же брокер. То есть платформа позволяет вам торговать на бирже. Понимаете? Ну, не очень. То есть брокер, ну, брокер, это брокер и под... Ну, брокер, по моему уразумению, это компания брокерская. Смотрите, брокер это, я вам объясню сейчас. С брокером, потому что она тоже в форме. Брокер позволяет вам торговать. Почему? Так как физическое лицо, оно не может торговать на бирже, потому что у него нет лицензии. Брокер как раз это посредник между физлицом и биржей той же самой. Он позволяет вам торговать на бирже. Это, Владислав, это я как раз понимаю. А платформа здесь каким боком-то? У платформы что, есть лицензия? Она же вообще неодушевленная. Это ж вообще не человек. У меня такое ощущение, что вы со мной как-то не серьезно общаетесь, шутишь, что ли, понять. Чего вы взяли? Я пытаюсь понять, что такое эта самая платформа. По мне, так это обычная компьютерная программа. Или я не прав? Слушай, хорошо. А как вы собирались торговать? Вы думаете, куда-то ехать нужно? А, как я собирался торговать? А, ну это я могу рассказать. Но вы на мой вопрос не ответили. То есть, платформа это программа? Это, своего рода, да, программа, через которую вы будете торговать. Нет, нет, вы подождите, подождите. Давайте по меньшим словам. Но зато более емкими словами будем пользоваться. Итак, мы выяснили, что платформа это программа. Так или не так? Да, это тот же брокер. Не-не-не, подождите. 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 Тот же брокер. Это не тот же брокер. Брокер это компания. Слушайте, я вижу, что вы со мной не всегда вы общаетесь. Я, кстати, продолжу, не буду вам тратить время. Вы думаете, мне так нужно вас удержать, что ли? Я вам позвоню. Вы сейчас тратите мое время. Я пытаюсь вам объяснить нормально. А я вижу, что вы шутите. Нет, это зря. Я знаю, что вы к этому не серьезно относитесь. Зря вы так видите. Тем более по телефону. На этом на здоровье. Смотрите сколько угодно. Итак, платформа это программа или нет? Слушайте. Я с вами заканчиваю диалог. Мне нет смысла на вас тратить время свое. Да вы не свое тратите, а рабочее. Я свое время трачу. Мне надо сказать, чтобы общаться с вами. Я мог бы сейчас, например, с нормальным клиентом, который действительно не интересен, который хочет работать. Слав, теперь вы понимаете, почему дело не дошло до работы. Вот так же и ваши предыдущие коллеги позвонили и потом… Потому что вы к этому не серьезно относитесь. Ну а как надо относиться серьезно? Вот объясните, как вы это представляете, относиться серьезно? Что это по-вашему? Относиться серьезно? Ну вот не говорите, во-первых, что оказывается, а во-вторых, не задавать тупых вопросов. Это как минимум. Нормально. Ну давайте зададим умные вопросы. Кто выдал вам в вашей компании лицензию на осуществление финансовой или брокерской деятельности? Какая организация? Я сказал, что сам я время тратить не буду. А, ну то есть умные вопросы вам тоже ни к чему задавать? Я просто понимаю, что с вами смысла нет общаться. Вы просто тратите свое и мое время. Как-то вы очень… Хочу вас сказать, я только интересован, он хочет работать или он просто тратит время ему? Да он, конечно, хочет, но перед тем, как работать, Владислав… Конечно, хочет, Владимир. Я желаю хорошо. Надо же, наверное, разобраться в том, чем… Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Новицкий Станислав. Вы у нас оставили ваши контактные данные. Я так полагаю, заинтересованы дополнительным доходом. Верно? Станислав Новицкий, да? Да, Новицкий Станислав Юрьевич. Да, это очень… Проект Метатрейдер… Что? Дальше? Да, по проектам Метатрейдер у нас оставили ваши контактные данные. Метатрейдер… Я так полагаю… Проект Метатрейдер? Да. А компания какая ваша? Метатрейдер называется. Еще раз. Нет. Это проект. А компания как ваша называется? Интерактив Брокерс называется «Наша компания». А, понятно. А с какой информацией уточните, пожалуйста, Владимир смогли уже ознакомиться, а с какой хотели бы дополнительно? Ну, я сразу, чтобы не растекаться мыслью по древу. Станислав, скажите, пожалуйста, могу ли я через вас приобрести акции российских компаний? Акции каких компаний? Российских компаний. Да, конечно. Мы являемся посредине. У нас есть лицензия на предоставление брокерских услуг. У вас будет возможность купить. А какие акции вас интересуют? Подождите. А кто вам лицензию эту выдал? Центробанк России? А, понял. Так? Ну, понял, понял, да. Центробанк России выдал вам лицензию на брокерскую деятельность? Еще раз. Плохо слышно, вы уж извините, я не знаю, со связью что-то, беда какая-то. Нет, Владимир, а в чем заключается вопрос, скажите, пожалуйста? Вы сказали, что лицензию на брокерскую деятельность вам выбрал Центробанк, да, в России? У нас есть лицензии на предоставление брокерских услуг на территории Российской Федерации со стороны Центробанка России, если так будет, ну, понятней для вас. Со стороны? Ну, да, понятней. Если со стороны, то, конечно, понятно. Регулятор это ФСАИ. Что-что? Странно это что, Владимир? Странно, что говорите? Что регулятор? Я вас перебил, хотел бы уточнить, что вы сказали? Не-не, я вот как раз, мне это и хотелось услышать. Вы говорите, регулятор, и дальше вы говорите, что это было? Регулятор у нас это ФСАИ. А это что такое? Это регулятор международный, как раз таки, который регулирует компании, которые ведут брокерскую деятельность. Владимир, касательно нашего проекта, можем поговорить, или вы хотели бы обсудить нашу компанию? Вас интересует доход, или же наша компания в целом? Меня интересует и компания ваша, потому что, ну, это Или вы хотели узнать, знаю ли я что-то больше, чем вы, либо же вы знаете больше, чем я? Да боже упаси, нет. Или посоревноваться? Нет. Ну, зачем? Ну, что же мы? Разве для этого друг с другом общаемся? Или у вас такое желание? Нет, я думаю, что нет. Нет, у меня нет такого желания, поэтому хотел бы уточнить ваше желание. Почему вы тогда об этом спрашиваете? Потому что у вас вопросы немножечко странные, да, которые обычно клиенты не задают. Я, как бы, в целом не против на них ответить, но не думаю, что, если я отвечу на эти вопросы, у вас что-то изменится в вашей жизни. Поэтому хотел бы обсудить детали, да, как мы будем с вами сотрудничать, есть ли у вас, в целом, какая-то финансовая цель, которую вы преследуете? А надо ее именно в целом или обязательно ее иметь в целом, или ее можно по частям все-таки преследовать, эту финансовую цель? Ну, это вопрос, на который, я считаю, нет смысла отвечать. Ну, если вы так считаете, нет, если вы так считаете, то, конечно, можете не отвечать. Просто вы очень много и быстро говорите, и большая часть вашей речи состоит из слов-паразитов. Вот я решил уточнить. Что вы имеете в виду, когда я говорю? Из слов-паразитов? Конечно. Так, теперь, пожалуйста, Станислав Новицкий, скажите, пожалуйста, где... а, есть у вас офис-то в России вообще? Еще раз. Есть ли у вас офис в России? Офис в России у нас есть. У нас есть офис, которого я вам звоню, но, как бы, для каких-то личных средств, к сожалению, офиса в России не имеется. Я же не сказал, для чего он мне нужен. Я просто спросил, есть или нет. Вы отвечаете, пожалуйста, четко на вопросы, а не на то, что вы там думаете. Нет, 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 Евгений, мы же с вами не в военкомате для того, чтобы вы мне такого вот плана вопроса задавали. Есть у вас офис в России, и даже нет у нас офис в России. Вы думаете, я вам предоставлю сейчас... Нет, Владимир, просто очень странно вы, на самом деле... Владимир, Владимир... В такой форме задают вопросы, Владимир. Эти вопросы, конечно же, не задают, но в такой форме задают вопросы, Владимир. А что это вас там навеило-то, военкомат-то на вас, почему такие вопросы навеялись? Я задал простой, незатейливый вопрос и хотел получить на него ответ. На самом деле, я считаю, не простой вопрос. На самом деле, вы считаете, это вы можете считать хоть на самом деле, хоть без оного. Итак, продолжаем разговор. Адрес офиса назовите пока, пожалуйста. К сожалению, такой информации поделиться с вами не могу по регламенту компании. То есть, у вас в регламенте компании написано, что адрес нельзя никому сообщать? Нет, адреса для встреч каких-либо у нас, к сожалению, нет. Я вам об этом сказал. Правильно? А я и не собираюсь с вами встречаться. Так, я могу назвать... Называйте, называйте, называйте. Нет, я вам российский какой-либо адрес, к сожалению, не смогу назвать. В чем дело-то? Почему? Что такое? Нет, как бы в целом регламент просто не позволяет в этом деле. Как бы в целом регламент не позволяет? Вы вот слышите какой? Как бы в целом регламент не позволяет? Как бы в целом. Ну, давайте без как бы и по частям. Итак, если у вас... Владимир, в таком тоне мы с вами не продолжим разговор, Владимир. Я как бы... Как бы опять? Вы как бы? Вы как бы? Вы не по-настоящему. Вы как бы, да? Владимир, честно скажите... Вам надо тренинг пройти. Тренинг пройти. Тренинг я считаю, что я в целом... В целом я считаю, как бы, да? Сейчас вот я говорю, у вас вся речь... Ну, Владимир, вы такое херню несете. Вы это понимаете, Владимир. Вы чем хотите это понять? Ну, даже так. И это представитель серьезной компании? Да, Станислав. Конечно. Нет. Так дело не пойдет. Давайте-ка отдышитесь. Вернитесь опять в деловое русло. Вспомните, чему вас учили. Деловой стиль общения. Вы это хотя бы сможете сделать? Для вас, я думаю, нет, Владимир. Потому что мне кажется, что вы преследуете какие-то иные цели, да? Помимо инвестиций нашей компании. Если вас интересуют инвестиции, мы можем поговорить касательно сотрудничества, партнеров. Красательно. Если нет, то в целом я могу завершить звонок и попросу вас приедать. Они оставляют такие звонки. А если, ну, такие вопросы... Ну, ответы на такие вопросы вас интересуют, Владимир. Я бы не хотел... Связь, связь кончилась куда-то делась опять. Станислав, связь... Связь кончилась? Да, Вова, сейчас опять появилась. Станислав, скажите, пожалуйста, то есть мы сможем акции российских компаний купить на московской бирже за рубли или не сможем? Можем, сможем. Сможем, да? Ну, прекрасно. Да. Хорошо. Хорошо. Вот именно это я и хотел узнать. А вы даже адрес своего офиса не можете назвать. Так же самое. В сегодняшнем дне. Как бы в целом. Это вот эти слова, из чего ваши вещи стоят. Владимир, правильно понимаю? Владимир. Правильно понимаете? Да, Владимир, правильно понимаете? Так же самое. Ну вот, в сегодняшний день мы, как бы в целом, сегодня будем инвестировать. Вот как вы говорите. Вот вам самому бы понравилась такая речь, когда вы бы это услышали. То есть человек вроде о чем-то говорит... Но вы себя от этой стороны скажите? То есть человек вроде как о чем и говорит, но о чем говорит, понять невозможно. Темп речи быстрый, цепит словами... Я думаю, если учитывать успехи мои, да, в этой... Да, конечно. Но в целом помимо всех понимают меня? Да нет, нет, нет. Там ловить нечего. Там успехи. Это, ну, там просто до небес. Я даже не сомневаюсь. Поэтому вы самые опытные, наверное. Звоните. Владимир, давайте поговорим о вас. Можно узнать о вас немножечко? С кем я разговариваю? С началом? Сколько вам полных лет, Владимир? С началом? Да, тридцать. Конечно можно. Почему нельзя? Тридцать полных лет. Да, тридцать лет. Да, хорошо. Чем вы занимаетесь? Как вы далеки от нашей сферы? Я очень далек от ваших сфер. Хорошо. А чем конкретно занимаетесь? Можно узнать? Можно, конечно. Я инженером работаю. Хорошо. Прекрасно. Это хорошо или прекрасно? Хорошо. Даже не замечательно. Хорошо, я же говорю. Хорошо. Прекрасно. Да, да. Так думаю можно. Здорово. Великолепно. Еще вот такие слова есть. Нет. Ага. Мометроль такие. Буду иметь в виду. Мометроль такие. Здорово. Великолепно. Так же самое пойдет вам в речь-то. Угу. Ну, продолжайте. Давайте будем отвечать теперь на ваши вопросы. Я узнал вас. Так вот. Следующий вопрос. У меня простой и незатейливый. А вам, Станислав, сколько лет? У меня 26. 26. Какое учебное заведение вы закончили? Я думаю, это никакого прямого отношения не имеет. Но оно и кривого отношения не имеет. То есть вам стыдно сказать, где вы учились? Нет. Мне не стыдно сказать. Но я не готов делиться информацией, за которую мне не платят Владимир. Все, все, все. Станислав. Нормально, нормально. Да, нормально. Я ничего против этого не имею, конечно. Если вам не платят, вы и не делаете, и не говорите. Ну, то есть, проститутки примерно так же поступают. То есть, если им не платят, она и пальцем не пошевелит. Ничего страшного. За деньги, конечно, можно и все что угодно. А без денег, естественно, ничего. Ну, ничего. Именно так. Именно так, Владимир. Да, да, да. Да, Станислав. Ну, продолжайте. Именно так. Давайте продолжим. Хорошо. Хорошо. Мне как бы времени достаточно много, я думаю, у вас его тоже много. Да у меня, да, нормально. Да? Да. Ну, это самое главное. Мы с вами побеседуем. Просто плохо другое, что вы… Как вообще в целом ваше жизнь? Просто плохо другое, то что вы напрямую ни в какую не отвечаете на те вопросы, которые меня интересуют. Вы можете говорить все что угодно и сколько угодно долго. И… А вот информацию, которую мне нужно, я почерпнуть у вас не могу. Вот это печалит. Понимаете? Какую информацию хотели бы получить? Ну, я же спросил адрес офиса, вы даже это назвать не можете. Ну, что же это такое? Я вам могу назвать, где наш офис зарегистрирован в Лондоне, да, если хотите, можете приехать. Да, зачем мне Лондон? Ну, зачем мне Лондон? Ну, зачем? И в целом и по частям он мне не нужен. Владимир, Владимир. Да, да. Говори. Так вы тоже мне не нужны, понимаете? Владимир, что вы хотите от меня, Владимир? Ну, серьезно. Я хочу информации. Ну, что вы вред вы несете? Ну, вы понимаете… Я хочу… Владимир, у вас есть жена, дети, скажите? Я хочу информации, понимаете? А вы даже ее не можете… Можно вас узнать? Владимир, у вас есть жена, дети? Любовница. 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 Там парень может быть или как у вас? Нет, вы меня с собой не равняете. Это у вас там парень может быть, у меня такой. Нет, мы в 21 веке живем, все как бы может быть. Правильно? Нет, нет, в этом вопросе я очень отсталый. То есть я старобрядина. Дети, может быть, у вас не жена, а муж есть. Давайте поделимся. Я просто хочу понять, как они вас терпят. Вот и я хочу понять. Я думаю, вы совсем одинокий человек, которому нечего в жизни делать, да, и оставляет там и там заявки и общаетесь такими, как… Ну, давайте послушаем меня, Владимир. Ну, что же вы… Ну, вы же хотите такое услышать, правильно? У вас сейчас… Что вы хотели услышать, помимо этого, если вот такие вопросы задаете? Ну, Владимир, вы уже не глупый человек, правильно? Владимир, вы уже не глупый человек, правильно? Нет, у меня работа такая. Мне как раз-таки платят за то, чтобы я вас лично унижал. А, вот. А они платят за то, чтобы я назвал какой-то адрес, какой-то офис, да, где я учился и тому подобное, Владимир. Владимир, я считаю, как бы грубо не звучало, вас съебать не должно. Как бы грубо не звучало. Зачем же… Вот послушайте, Станислав, вот обратите внимание… Да, давайте в таком тоне поговорим. Да, давайте в таком тоне поговорим. Я не перехожу ни на крики, ни на оскорбления. А вы… Это не крики. Это не крики. Ну, повышенный тон. А вы себе это почему-то позволяете делать? Ну, что послужило причиной… Я позволяю себе делать. Ну, зачем вы это делаете? Вы так самоутверждаетесь, что ли? Ну, что ж вы такой вот… Да, именно. Ну, неказистый. Ну, что ж вы такой нелепый? Ну, умом выделяться надо, а не криками и матом. Ну, зачем вы вот… Ну, зачем вы кричите… У вас есть ум, которым вы могли бы выделиться? У меня-то нет. А вы-то, вы же умный человек. Или таковым себя считаете хотя бы. Ну, правда, вы не смогли назвать учебное заведение, в котором вы обучались. Ну, это не беда. То есть, допустим… Как бы я сказал, Владимир, разные вещи не смог назвать, да и не назвал, правильно? Угу. Или это для вас одно и то же? Нет. Вот я и сказал… Не смог выебать и выебал. Это одно и то же? Ой-ой-ой. Ну, нет, Станислав. Честно говоря, вот разговор перестает быть конструктивным. Мне не нравятся слова… Конечно, потому что вы введете не… Мне не нравятся слова… …с серьезный разговор, понимаете? …с ненормативным… Но вам, может, не нравится все что угодно. Если вам что-то не нравится, можете сбросить… Нет, зачем? Я же не дам вам возможность заработать на этом разговоре. Я вам не предоставлю. Я просто отключу микрофон, а вы можете злопыхать сколько угодно. Прощайте, Станислав. Нет, вы отключи микрофон, а я отключу вас. Прощайте, Станислав. Станислав. Было неприятно с вами общаться. Прощайте, Владимир. Прощайте, Владимир. Прощайте, Владимир. Надеюсь… Алло, Владимир, добрый день. Добрый. Мое имя Александр. Вижу, что вы сейчас прошли регистрацию на нашем проекте «Максимизатор». Собственно говоря, звоню по этому поводу. Уточнить, остались ли какие-то вопросы, которые нужно обсудить либо, а в принципе уже совсем разобрались, готовы приступать. У меня, да. Вопросы остались, Александр. Как называется компания, в которой вы работаете? Вы имеете в виду компания на платформе, на которой мы работаем? Или что именно вы имеете в виду? Ну, где вы работаете? В какой компании? Что тут иметь в виду еще? Как тут еще этот вопрос можно истолковать? Название компании, в которой вы работаете? Наш проект называется «Максимизатор». Собственно говоря, мы индивидуальная компания, которая, собственно говоря, разработала софт для того, чтобы автоматически зарабатывать на торговом рынке. – Понятно. А компания как называется? Проект называется «Максимизатор», а компания? – У нас есть, это один проект компания, которая занимается «Максимизатор». – Ну, то есть и компания называется «Максимизатор», что ли? – Ну, какую вы хотите услышать компанию? – Да я не услышать, но просто… – Нет, нет. – Ну, я просто не совсем понимаю вопроса. То есть наш проект, наша компания занимается, вот он конкретно, это «Максимизатор». – Это проект, а компания, понимаете, компания может быть одна, а проектов, допустим, несколько? – Нет, у нас один проект. – А, ну а компания называется, вот у вас есть трудовая книжка? – Нет, у меня трудовой книжки на данную минуту нет. – Нет, то есть вы нигде не работаете? – У нас есть трудовой договор. – А, ну вот, а в договоре там что написано, как компания? Или вы только вот на один проект вас привлекли и все, да? – Да, да, я конкретно звоню по одному проекту. – А, ну понятно. Ничего не понятно, но понятно. Скажите, Александр… – Хорошо. – Я почему так заинтересовался названием компании, потому что по проекту там не ясно, могу я вот акции, например, купить через этот ваш проект или нет? Вот мне так и не было понятно. – Конечно, да или конечно нет? – Конечно. – Конечно, да. Вы можете сделать любые с акциями связанные действия, а также с валютными парами, с криптовалютами. работаем мы через платформу MetaTrader 4, соответственно, там вы можете работать в принципе в полном объеме. В зависимости… – О, в полном объеме. – Есть. – Скажите, пожалуйста, что такое эта самая платформа MetaTrader 4? Это что такое? Что за зверь? – Платформа – это знак, через которую торгуют. – Что? – Это что? – Говорю, платформа, через которую проводятся торги. Через… Это я понял, что там торги. Сама вот эта вещь, платформа – это что такое? Это инструменты, это приложения, это программы. Что это такое? – Это приложение. – Приложение. Т.е. это значит к телефону приложение или компьютеру программы? – Это приложение, которое можно установить и на телефон, и на компьютер. Как вам будет удобнее? – Удобнее это будет на компьютер, но просто на компьютер приложений не ставят программы. А если приложение, то ставят на телефон. Вот я поэтому и уточняю. То есть это некая программа компьютерная, так? – Через которую работают… – Да, елки-палки. через нее это я понял то есть эта программа да да но разработчик то на общем доступе разработчик это не мы это был информации с которыми вы разработчик не ваша компания так нет этой платформы нет то есть эта платформа которая в общем доступе разработана сторонними поняли все ясно ясно а вы тогда при какой кухне здесь то есть вот вы конкретно если 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 эта программа в открытом доступе я могу ее скачать поставить и все и собственно зачем вы то мне нужны смотрите владимир не совсем друг друга корректно понимать есть платформа да да есть платформа собственно говоря metatrader 4 она в общем доступе это платформа на которой она может быть и на компьютере она может быть и на телефоне благодаря этой платформе вы можете совершать любые действия на финансовых рынках то есть это некий некий инструмент правильно да некий инструмент программа нет инструмент именно это мы предлагаем вам инструмент чтобы зарабатывать на этой платформе ой какой кошмар вот в этом и смысл для чего нужны мы я никогда не пойму этого не никогда с этим не разберусь через это и буду страдать но потому что потому что вы мне что-то тоже не помогаете то есть и если я ее достал эту программу зашел и скачал да допустим там где нибудь там где на гугл там чего да ну в этом или там через поисковик там это трейдов 4 она вот я скачал поставил дальше что я не смогу через нее покупать чего-то продавать смотрите вы можете сказать смотрите давайте так доверяем логию смотрите 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 вам показывайте мне что-то я не вижу я не могу из-за этого нервничать ну если давайте так вы не будете перебивать и я не буду повторять смотрите вот я стараюсь опроса максимально корректно дать информацию да и на хотя бы на примере да вот если вы пользуетесь он банкингом пример из этой жизни есть банк но чтобы пользоваться онлайн банкингом вам нужно скачать приложение вот соответственно здесь то же сама вы можете торговать на финансовых рынках но вам нужно приложение как онлайн банкинг для того чтобы стать скажем так клиентом этого банка здесь то чтобы стать клиентом платформу клиенту и он не гормой злой вообще правильно это в общем доступе вы можете воспользоваться именно эта платформа смотрите торговать в принципе да 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 то есть слушать не надо надо смотреть понял нас давайте скажите сейчас какой-то вопрос остался давайте будем да остался до остался давай остался вы родом и компания или иностранная мы находим зарегистрирована компания непосредственно в офшорах как большинство компаний которая занимается финансовой деятельностью где зарегистрирована понимаете для чего это делать где-где в офшорной зоне но в какой доминикану то доминикану понятно доминиканов в россии есть представительство да есть офисы в россии но они закрытого типа да мне не нужно открытого типа офис в москве есть да есть адрес ленинская шоссе 43 ленинская шоссе 43 43 да понятно ясно то есть так получается вы какая компания и брокерская в том числе наверно нет мы не занимаем брокерскую лицензию в мире имеет очень ограниченный круг людей мы вам собственно говоря брокерской и не предлагаю причем здесь люди то компании брокерские тоже ограниченный круг что ли я про людей то ни слова не спрашиваю еще раз смотрите давайте так хорошо владимир брокерская лицензия это то лицензия которую имеет очень ограниченный круг компании в принципе да и людей в целом то есть ее получить практически невозможно в наших реально то есть те которые есть сейчас на данную минуту лицензии это лицензии которые позволяют нам работать именно с биржей вам работать с бирже и эту лицензию вам кто ее выдает платформа платформа выдают про компьютерная программа выдает лицензию я правильно все понял нет вы не правильно нас сказали вы дает платформа плот мы перед этим выяснили что платформа это либо приложение, телефонное либо компьютерная программа. А теперь вы говорите, что лицензию выдает платформа, то есть компьютерная программа. Что за бред? Смотрите, для того, чтобы участвовать на этой платформе, да, Владимир, чтобы работать на этой платформе, нужно получить лицензию финансовую. Ясно. Вот, соответственно, ее и получил. Ясно, ясно. Вы вот мне назвали адрес Ленинское шоссе 43. Нет такого адреса в Москве. Пожеление. Внимательно, пожалуйста. Ну, куда уж внимательно. Вы же меня назвали. Ну, где? В два ГИС. Вы же меня назвали. Ленинское шоссе. Нет такого шоссе в Москве. Вот беда. Есть. Ну, хорошо, давайте привяжемся по-другому. Ленинское шоссе 43. Метро рядом какое? Я на данную минуту там не нахожусь. Соответственно, вы спросили у меня... Ну, если вам нужна информация, я ее могу уточнить и более детально вам ее прочитать. Вот. Все. Вот это было здорово, Александр. Если вам это нужно, не вопрос. Да, 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 конечно. Ленинское шоссе... Давайте мы вернемся к тому, что... Нет, так вы сначала уточните и назовите точный адрес. А иначе-то получается, что вы пока меня обманываете, а мне это как-то не очень нравится. Это не в моих интересах, Владимир, вас обманывает. Я их интересах с вами познакомлюсь. Это так случайно получилось, но тем не менее адреса такого в Москве нет. Понимаете? А это меня навтораживает. То есть, как мы можем продолжить? Давайте, посмотрите, Ленинское шоссе 43 есть такой адрес в Москве. Ну, нету. Ну, Ленинское шоссе, ну, нет такого. Рядом ТЦ водные находятся, поэтому вы там все можете увидеть. Я не знаю, каким вы приложением пользуетесь. Ну, давайте, если я пользуюсь. Может, Ленинградское шоссе, а не Ленинское, а? А, вполне... Да, Ленинградское. Правда? Я не сказал Ленинское. Ох, елки-палки. Ну, надо же, а? Ну, как так-то? Ну, так как вот так невнимательно? Ну, прошу прощения, такие вопросы задают мне... Зачем я вам это все только подсказываю? Вот я тоже дурачок. Владимир, мы с вами здесь, вы задаете много вопросов, я понимаю, что вы хотите в этом всем разобрать. Конечно, конечно. Но, соответственно, моя задача... Откажите, Ленинградское шоссе 43, а дальше, строение 1, строение 4, там, строение 2, 43а, какой из них? Просто 43 нет такого. Просто 43. Нет такого опять. Вы сейчас скажете, что есть, и потом окажется, что вы опять невнимательно посмотрели. Нет, Александр, что-то не ладится у нас с вами процесса. Вы хотя бы адрес как-то выучите, что ли? А то вот вы настаивали, что Ленинское шоссе есть, а потом оказалось, что его нет. Сейчас я говорю... Ленинградское шоссе 43. Дальше. Рядом там идет... Не, не, не надо рядом. 43а, 43а строение 1, 43 строение 1. Понимаете? Просто 43. Нет такого здания. У меня есть. У меня пока... Да у вас и Ленинское шоссе было только что, а теперь оказалось, что его все-таки нет. Нет, Александр. Нет. Так дело не пойдет. Так что... Извините, конечно, но надо мне все-таки более компетентного товарища, потому что если вы в адресе путаетесь, да так жестко, то нам ловить нечего. Честно говоря, оказывается. Послушайте, в адресе никто не путался. Ну, а вы Ленинское шоссе называли? Вы настаивали на том, что оно есть? Давайте, Владимир, давайте. Я не настаивал. Не настаивал. Вы говорили, смотрите, лучше Владимир, я вам говорю, что есть, там чуть ли не зуб даю. А на самом деле его оказалось, что нет. Я не говорил вам. Нет, вы так не говорили. Давайте, давайте... Вы опять же показываете мне что-то. Нет, да зачем мне успокаиваться, если вы путаетесь в показаниях? Ну что, Александр, так дело не делается. Ну, вы же говорили, что есть Ленинское шоссе, а его нет. А вы настаивали на том, что оно есть. Владимир, послушайте, пожалуйста. Да, готов послушать. Ну, давайте. Давайте мы сейчас немножко успокоимся и перестанем повышать тон. Соответственно, моя задача, я вам позвонил для того, чтобы помочь закончить активацию. Соответственно, этим я хочу заняться. По поводу Ленинградского шоссе, согласен, здесь это моя ошибка. Здесь это да. Здесь это да. Ленинградское шоссе 43, есть такой адрес, если более детально, у вас на этом номере WhatsApp есть, я вам отправлю геоточку. Не надо мне геоточек. Вон у меня два гиса со свежайшим обновлением, все он тут показывает. И опять адрес не верный. Гис показывает, а также. Ну да. Каждый пользуется своим приложением. Я пользуюсь о Google. Мне суть в этом важна. С этим разобрались. Нет, еще не разобрались и далеко не разобрались. Отлично, Владимир. Давайте теперь перейдем к тому, у вас вообще в целом опыт работы есть с финансовыми рынками, либо это будет первый опыт. Сейчас, секунду. Алло, алло. Алло, алло. Да, да, да. Так, все, смотрите. Скажите, Владимир, это у вас будет первый опыт работы? Да, абсолютно. Поэтому я и волнуюсь, и за все переживаю. Прекрасно. Ну, а вы тут даже в оберега путаетесь. Я тут только, только, можно сказать, настроился инвестировать. Итак, все-таки вы говорите, что Ленинская, Ленинская, Ленинская опять, Ленинградское шоссе 43, чего? Ни корпуса, ни строения, ни здания. Нет, опять же, такого адреса. Блин, опять у меня либо обманываете, либо ошибается. Не надо мне ничего отправлять. Я еще раз. Ну, я пользуюсь о Google, когда адрес присутствует. Для вас важно узнать адрес или начать вникать в партнер, процессы, как вы будете зарабатывать. Давайте, кому точно, начнем вникать в процессы. Скажите, там же будет какой-то торговый счет или что-то в этом роде, да? Конечно. Торговый счет у вас будет создан для того, чтобы... Чтобы с него покупать, да? С него платить. Нет, торговый счет вам нужен для того, чтобы вы могли начать работу. Там будут храниться ваши деньги, ваши прибыли. Так, все, 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 дальше ответственно. Все, понял. Деньги, прибыль. Я говорю, чтобы с него платить, вы сказали нет, ну ладно, не суть. Так, где он будет открыть? Ну-ка, скажите, что на платформе. Во-первых, давайте разберемся Владимир Суфовым платить. Платить, это значит... А что, за акции я не буду платить деньгами? Ну, то есть, если я что-то покупаю, я буду открывать делки. Вы хотите... Давайте разберемся. Я же не знаю, что оказывается тут Владимир. Давайте мы с вами разберемся. Давайте, хорошо, вы говорите, я буду слушать. Давайте так. Вот я и спрашиваю, где будет открыт мой торговый счет? Торговый счет будет открыт у нас на платформе. На нашей... Блин, представляете, я угадал. Для того, чтобы... Я угадал. То есть, получается, что торговый счет я открываю на компьютерной программе. Что за бред? Мы же выяснили, что платформа это программа компьютерной. А я хотел в банке. Счета обычно, где лежат деньги, они открываются в финансовых учреждениях. В просторечии банки. Платформа это компьютерная программа. В ней счета... Только в банке открываются счета. Почему? Только еще в брокерских компаниях там у них есть. Там сегрегированы счета. То есть, мы туда не лезем. Мы же выяснили, что вы не брокер. Здесь то же самое. Будет сегрегированный счет. Нет, но на платформе то как может... Он будет защищен, это инфрам. Это счет. Там будет отображаться на платформе. А сами денежки то где будут? Сами. Деньги будут находиться именно... Где? Деньги будут находиться на той платформе, где будут проводиться транзакции. Ну что за ерунду вынесет? Ну, Александр, ну как-то... Мы выяснили, что платформа это компьютерная программа. Ну вот, на ней, конечно, будет все отображаться. При помощи этой программы можно проводить сделки, открывать их и закрывать. Но деньги-то уходят со счета, на счеты, никак иначе. А где этот счет? Он отображается. Ну, правильно. Абсолютно верно. Видите, вы знаете... Вы знаете, Владимир, у меня складывается впечатление, что вы далеко не новичок в этом деле. Знаете, придуриваетесь. У вас все отлично получается. Нет, у меня как раз ничего не получается. И опыта у меня никакого нет. У вас прекрасно получается, Но только вот почему-то у вас не получается. И вопросов, вы правильный. Ну, ну а у вас-то почему не получается? Владимир, у вас прекрасно. И с адресом у вас беда. И с платформой тоже ерунда какая-то. Деньги будут храниться на платформе. Но это все равно, что в воздухе. Подвесить их, а и висят они. Но так это не работает, Александр. Ну что же. Послушайте, Владимир, у вас будет отображаться. Для того, чтобы зарабатывать, вам нужно будет делать непосредственно... Да, я знаю, что там будет. Конечно, отобразится все, что угодно. Там меня миллионером можно отобразить. Но реальные-то деньги. Вот уйдут они с моего счета Сберг. Куда они придут? Как мы будем открывать счет? Это же мне при помощи какой-то карты сейчас вы скажете, да? При помощи карты надо будет куда-то перевезти. Я вам пока еще ничего Владимир не говорил. Мы с вами не дошли до процесса. Вообще, как вы хотите работать? Так, все, давайте. Вы с нами не познакомились, 300 миллионов вопросов. Я понимаю, что это первый у вас вопрос. мне поэтому все интересно. все интересно. Да, Владимир, вы рассмотрите, собственно говоря, работу самостоятельную, да, то есть в процессе того, что вы будете разбираться, да, и продолжать работу, да, либо же есть второй вариант. Это с помощью автоматизированной системы. Так, Александр, сдаётся мне, вы опять там все-таки в свой скрипт вошли, да, то есть мы пытались от него уйти, но вы всё-таки решили, что надо его по нему следовать. Ну что ж, правильно, не зря вас там обучают. А вариант у меня, точнее, то, что вы предлагаете, мне как-то непонятно, во-первых, а во-вторых, наверное, и не подходит. Я хотел просто купить акции российских компаний на долгий срок положить под подушку и не хай лежат. Вот, что я хотел. Какой смысл от работы такой, Владимир? Не-не-не-не, получу я всё, что захочу. Мне главное не прибыль, а главное деньги сохранить, от инфляции их уберечь. Ну, а почему нельзя сохранить деньги и приумножить? Конечно, можно, но просто вот с таким поводырём, который мы до этого не скоро, во-первых, дойдём, а во-вторых, кончится тем, что вы скажете, что надо переводить деньги с карты на карту физического лица, который будет окажется кассиром, будет конвертировать рубли в валюту. Смотрите, до того процесса, когда что-то нужно будет делать, мы обязательно дойдём. Для начала я не совсем понимаю, как мы будем работать, а в-третьих, собственно говоря, не я, ваш человек, который будет с вами именно работать. Понял, понял. Ваша задача это помочь мне активировать торговую счёт. Моя задача, да, ответственно рассказывать, говорится. Давайте рассказывайте, как будем активировать торговый счёт. Я просто не успеваю. Это как-то даже необычно. Обычно я не успеваю, потому что там южно-российский темперамент с другой стороны. А тут я, видать, у них научился, что ли. Ну давайте, как будем активировать торговый счёт? Давайте для начала разберёмся. Вы всё-таки будете работать самостоятельно с аналитиком. Я так про аналитика вам и не рассказал. А я всё понял. Это некий товарищ, который будет анализировать рынок, проводить технический и ещё какой-то инструментальный анализ, и будет мне давать торговые сигналы, я им буду следовать, и всем будет счастье. Так, да, примерно? Да, что вы говорите, Владимир. Да, да, вы знаете, складывается впечатление, что вы действительно уже не первый раз работаете. Нет, я вообще не работаю. Хорошо подкован. Нет, 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 я же не лошадь чушью, подкован, да вы что. Так, Александр, с этим ясно. Я выбираю этот вариант, буду работать с аналитиком, да, давайте переходим, как будем активировать торговый счёт. Погнали. Отлично, Владимир. мы с вами должны разобраться с какой суммой вы готовы начинать. Так, у вас три варианта, 6000, есть у меня 6000, всё годится на карте, Сбера, платёжная система Visa. Дальше. Прекрасно, Владимир. Скажите, вы WhatsApp-ом пользуетесь? Нет, не пользуетесь, никаким менеджером вообще, никаким менеджером не пользуетесь, мессенджером, мессенджером, мессенджером никаким не пользуетесь. То есть, вы вообще никаким не пользуетесь? Нет, пользуетесь только телефоном и электронной почтой. Прекрасно. Да. Но я думаю, вас не затруднит, если вы откроете меня затруднит, я не буду этого делать. Почему? Ну, потому что, я сказал, я этим не пользуюсь, наверное, не потому, что я затруднился и не поставил, а потому, что я это всё имел уже, ставил, и мне не понравилось, я всё это снес. Владимир, что вам не понравилось? Вам WhatsApp не понравился? Или Viber? И Viber, и WhatsApp, и Skype, в том числе и Аська. А почему не понравилось? Мы сейчас об этом будем говорить или будем обсуждать, как будем открывать, активировать торговый счёт? Вы куда-то не в ту сторону, Александр. Ну, это мои личные предпочтения, не понравилось, не понравилось. Вот и всё. Хорошо, Владимир, давайте тогда поступим таким образом. Каким? переводом на банковскую карту физического лица, да? Да. Ну вот, а я вам разве не об этом говорил? Я же не разве вам не об этом говорил? Но если вы не пользуетесь, ага, Ну, хорошо, что там плохого? Нет, причём здесь WhatsApp, в WhatsApp это что будет? Такой же номер банковской карты такого же физического лица. причём здесь WhatsApp или вообще мессенджеры. Хорошо, а Facebook вы пользуетесь? Нет, говорю же, нет. Тоже ничем? Вообще нигде вас нет, вас не найти? Ну, конечно, нет, вы же уже это всё попробовали, вы же видите, что там этого ничего нет. Тогда? Ну, тогда давайте продиктуем просто. Там подсказывают ещё ребята, подсказывают. Тогда давайте продиктуем просто номер карты. И кто этот человек будет номер карты? ещё раз прошу прощения, связь плавает. Номер карты это чей будет? Чья карта будет? Наша компания. Карта на компанию? Клёво. Давайте, диктуйте, записывай. Давайте. Сейчас, одну секунду, я уточню данную карту, чтобы вам отправить. Вам просто продиктовать. Конечно. Как же? Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Семён. Звоним по поводу, да, из, ранее у нас составляли свою регистрацию касательно инвестиций в нашей компании. С вами работал наш специалист, Анна её звали. Хотел бы вас узнать, ну, по качеству именно работы специалиста, как ваша беседа, потому что вижу, что она ничем не завершилась каким-то конструктивным продолжением наших сотрудничества. Хотел узнать, Владимир, в чём загвоздка. Может, как специалист не так разговаривал, может, как-то информацию не донёс до вас. Хотел узнать. А вы, Семён, для начала скажите, хоть какую компанию ты представляете? TraderMate. И что это за компания? Инвестиционная компания. Инвестиционная, понятно. А она российская? Совершенно нет. Она российская. А, и зарегистрирована в России, да? И зарегистрирована в России, так, Владимир. А, А где офис находится? Офис находится в Москве. Адрес? Преображенская набережная, дом 26. Какая набережная? Третий офис. Преображенская. А дом какой? 26. А, 26. Третий офис. Третий офис. Ну, понятно. Так, Владимир. Да ладно, зачем вы микрофон-то отключаете? Ну, похлопали и похлопали, чего такого-то? Ну, не беда же. Праздник же какой-нибудь, или день рождения. Владимир, вы касательно чего сейчас говорите? Я же вроде вам позвонил, хотел узнать, как там хлопали. Так, чего там хлопали-то? Хлопали? Какая разница, что хлопали? Это вот так вы по-другому общаетесь, да? Да, это очень важно. Это ж очень важно. Конечно, это ж и ко мне будет иметь отношение. Почему хлопают люди? Да, это ж и ко мне будет иметь отношение. Поэтому я и хотел узнать, чего хлопают. какое это будет иметь к вам отношение? Ну, когда я счет открою, когда вам деньги перевезу. И причем здесь хлопки не совсем понимаю. Ну, как? радуются люди за то, что там все удалось. я понял, Владимир. Я так... Разве не так? Нет, не так, Владимир. Ну, значит, я не прав. Ну, ладно, тогда, значит, праздник был какой-то или что-то. День рождения у сотрудников. Вот и да, Владимир, что не складывается у нас с вами какой-то конструктивный диалог, извините, до беспокойства. Всего доброго. Ну, то, то,